Вы видите, военно-политическая обстановка наколена до предела. Но это лишь вершина айсберга. В основе всех горячих конфликтов лежит массированное гибридное воздействие на ключевые сферы нашей общественной жизни. Экономическую, информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную. Короче, наступают по всем фронтам. И свободного места нет. Вы видите, что происходит на Кавказе, да и в Центральной Азии, туда ближе к Таджикистану. Дальше Украина, еще западнее Польша, Прибалтика. Везде очень серьезно наколена ситуация. На фоне происходящего мы имеем дело с фактом крушения всей архитектуры международной и региональной безопасности, которая формировалась десятилетиями. За примерами далеко ходить не надо. Конфликт на территории Украины – это один из многих примеров того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государства. Но любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Ну, опять же, извините за нескромность, как человек уже опытный в политике, хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах этого конфликта. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт. И должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне, нас записали соагрессоры, должен сказать, что соагрессоры с третьего дня конфликта, может, и с первого, предложили мирный процесс. И он начался здесь, в Беларуси. Три заседания прошло. Потом им дали команду в Беларусь не лететь. Я это знаю точно. Давайте куда? В Стамбул. В Стамбуле был выработан проект. Знаете, с большими уступками Российской Федерации. Передали, обменялись, парафировали руководители делегаций этот проект. Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда. Ну, что говорить теперь? В нынешний момент характеризуется тем, что Запад, воюющий там, естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы все закончилось. Так вот, Запад ждет результатов контрнаступа. Три дня контрнаступа. Это то, что видим мы, и то, что я получил информацию от президента России, полностью совпадает. Слушайте, за три дня около трех десятков танков уничтожено, наступающих украинских. Обороняться проще, чем наступать, вы понимаете. 120 или 130 БМП за три дня. И самое страшное, более 2100 погибло украинцам. 2100! С этой стороны чуть больше 70. Вот вам результат попытки контрнаступа. Ну, я об этом всегда говорил, что контрнаступ – это большая дезинформация. Никакого контрнаступа в планете быть не может. А если? Ну, вот результат за три дня. И самое главное, четвертый, пятый день – тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение, сели и думают, а что делать дальше? Запад. Надо садиться за стол переговоров. Это позиция и российского президента, это белорусская позиция изначально была. Поэтому мир и только мир. Но мир не нужен. Запад уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию. Вытереть от нее ноги. Но этого не будет. Вы знаете россиян, знаете нас тут. На колени мы не встанем. Поэтому надо договариваться. Пока это возможно. Дальше будет хуже.